Национальный день донора в России отмечают сегодня. В Первоуральске живет почти 2000 почетных доноров. Эти люди сдавали кровь как минимум 40 раз. Наши корреспонденты пообщались с теми, кто, отдавая часть себя, спасает чужие жизни. И даже глазом не моргнула. Татьяна Токмансова сдает кровь уже в пятый раз, хотя сама считает себя начинающим донором. Удобно устроившись в кресле, женщина делится. Это заразно. Быть полезным кому-то, хоть чем-то, хоть как-то. Делать доброе дело. Эмоциональное состояние сразу же улучшается. Ты думаешь, хоть кому-то в трудной ситуации, возможно, ты помог. У меня сестра начала сдавать кровь. Знакомые начали сдавать кровь. Это получается как по цепочке, то есть от одного к другому и как стимулирующий фактор. На станции переливания крови Татьяну уже запомнили, но это не отменяет прохождение всех необходимых процедур. Заполнение документов, сдача анализов, осмотр терапевта. Врачи должны быть уверены, что донор здоров. Как самое чувство ваше? Не кашки, не чихаем. Из носа не бежит. Чай, печенье и непринужденный разговор. С виду семейное чаепитие, а на самом деле обязательная процедура перед донорством. На станцию Татьяна пришла с семьей. Супруг Олег тоже донор со стажем. Ребенок с нами, ее приручаем. Мы, может, тоже станем донором, будем спасать эту жизнь. Приручаем их с детства. Правда, боимся кровь сдавать, но привыкнем. После осмотра донор попадает в отделение заготовки. На сдачу крови уходит около пяти минут, плазмы – полчаса. Семь лет назад станцию переливания в Первоуральске оснастили современным оборудованием, в том числе аппаратами для плазмофереза. Благодаря им срок заготовки плазмы от одного донора сократился с двух-трех месяцев до двух-трех недель. Данным методом от донора мы заготавливаем 600 миллилитров плазмы. Плазма идет как для производства препаратов, так и в больнице для обеспечения потребностей лечебных профилактических учреждений в области. Плазму хранят при температуре минус 35 градусов, а в медучреждение она попадает минимум через полгода. За это время донор должен повторить процедуру, а специалисты еще раз убедиться, что в плазме нет инфекции. Цельная же кровь хранится намного меньше – 42 дня. Доноры в Первоуральске хорошо приходят на станцию, но мы в любом случае заинтересованы в них. Потому что предположить, какая необходимость будет завтра или послезавтра, очень сложно. Всегда потребность есть в редких группах крови, это резус отрицательный. Чтобы впервые стать донором, необходимо сдать расширенный анализ крови, дождаться их результатов и пройти осмотр врача. За каждое посещение станции переливания дается день отдыха от работы, а также денежная компенсация обеда. За трехкратную сдачу крови в течение года донор получает выплату в размере 2000 рублей. Евгения Чарсова, Светлана Вахмянина, Дамир Харисов. Новости Первоуральск.